Меня зовут Анна Александровна, с темой рекламно-графический комплекс для музыкального фестиваля, посвященного британскому музыке. У меня рекламно-графический комплекс для фестиваля британского музея. Передо мной стояла задача сделать оригинальный вспоминающий визуальный образ фестиваля. Я придумала название фестиваля Акока, этимология которого сочетает в себе женское имя Акока, которое обозначает шумночку. Знакомым элементом логотипа я решила сделать безумное маску. Маску лицов как сыгрательный образ поющего человека. Черно-белая гамма стиля, выбранная мной, как акроматическое объединение цветового разнообразия многочисленных фестиваля. Черно-белый цвет – это некий такт и ритм там-тама, на который накладываются разные гармонии. Все. Ропросы, пожалуйста. Танцы, сувенирная продукция, то есть возможности кухни. Возвращение кухни. Танцы, приглашенные гости. Калушку, доступ к кухне чести. В гости реки Ай-Петер, по пустой. Название очень прослушиваю, если название, я думаю, что это означает. Акоко и шум. Это от женского приказа в Уин. Акоко. Это очень красивая экспозиция. Во-первых, то, что вы делаете в черно-белом, это замечательно символизирует африканское многоцветие, которое черно-белое как раз передает в сконцентрированном виде ферма. Будет сейчас использовать все эти показы, как у нас эти механические движения и ритмичные, как у нас эти движения. Какие соображения вы серые дели у вас уже будут, вот этим серым? Балагеев, вот эти шум. А кириши, там, что тут, как у меня, как у меня, как у меня. Билет, да. Я сделала два варианта билета. По сути, билет один должен быть новый. Я стремилась представить, что... То, что у вас появились полтона, то есть у вас до этого другая вся продукция в основном, да? Только в рисунке, да, уже не то. Только в рисунке, да, оттенки какие-то появляются. Вот именно логотипы, почему? Я хотела, максимально, белым сделать, но он терялся и, чтобы, чтобы он терялся. Хотели, чтобы он терялся, да? Да, чтобы его почти не было. Почти не было. И здесь что-то больше. Да. Это фирменная графика, да. То есть это я, когда я стала логотипом, то есть маски войдутся, у меня были такие вариации. Ну, это как поющие люди из Африка. То есть у меня ряд есть и женское лицо, я обозначила это все на значках, графикой, с логотипом и без логотипа. Мишка, а какая сумма с вашей продукцией здоровой? Мишка, черно-пилая, еще? Бежать. Как добиться того, чтобы как можно больше людей не интересовалось подобным мероприятием, которое в идеале станет направленной точкой для новых, не забываемых впечатлений, интересного знаку, пунктного и душевного насрещения? Конечно, один из основных документов достижения этой цели – грамотная рекламно-грабическая часть мероприятия. Именно в таком виде она представлена в работе рекламницы. Дизайнер отметить, насколько актуальна есть глобально смыслно выбранная тема работы. Она позволяет лишний раз видеться в невероятной духовной стиле народа памяти, в самобытности и уровне культурного развития. И в каждой элементе декора выполнена профессионально, деликатно и действительно. Автор хорошо владеет как технику рисунка от руки, да, с приемами работы в графических редакторах, а также вверх, и демонстрирует любительный опыт основной печатной подготовки. Соблюдается стилистическое, композиционное и единственный дизайн соответствует содержанию и стилю мероприятия. Представленные образы – классичные и двухкоррежные с преобразием культуры южных народов. Проект выполнен на профессиональном уровне и заслуживает высокой положительной оценки. Автор Вася Иванова при своем виде и квалификации дизайна председает стилистический дизайн. Если вы в двух словах как-то изнаривать Мастер Иванова, то это слово будет мечта и врача продать. Все мои, когда владели какими-то большими творческими коллективами, мечтали о таких людях, универсальных специалистах, которые владеют как ручной графикой, так и золотым набором, как программ, что шок-рестратор не знает, ну и могут сами принимать решения, сами осуществлять, выбирать качественных вариантов. Ну проблема с проектированием была в том, что материал был очень на первом рассмотре, мы реализовали эти материалы, цветные образы, которые нарисованы кистью, уже нарисованы линейные графики, и вот на самом деле решив эту проблему, отсекли примерно 70% всего, что было наработано, достаточно конечность, как я считаю, как мне кажется, стим, ну как человек, она собрана, станирована, 90% и даже большая часть работы добивалась самостоятельно, я только в общем спортистировал по позиции, надборах, от сочинения лишних. Поэтому я считаю, что Настя Ивановна с радостью принята студии, рекламное агентство, и сама откроет свое дело, но я считаю, что она вполне заслуживает присвоение квалификации в качестве. Спасибо.